В эфире программа Точки над И. Здравствуйте. Самым запоминающимся событием этой недели стал визит губернатора Николая Меркушкина в Жигулевск. Средства массовой информации, сказанное там, буквально разбирают на цитаты. Напомню, глава региона сначала побывал на нескольких объектах. Среди них завод аккумуляторных батарей, больница и школа. Особое внимание уделил в сфере ЖКХ. Всю изнанку рассказали председатели ТСЖ, а затем на протяжении практически пяти часов общался с жигулевцами в формате свободного микрофона. Что бесконечно этот бардак длиться не может. Вот я вчера посмотрел в одном месте износ дорог стопроцентный, ну не квартальный, вот о чем вставили, кто тут поднимал этот вопрос. 100% износ. Там в коммунальной системе под 90% износ. Мы куда дальше? Мы хотим жить или не хотим жить? Дальше. Хотим? Да, если хотим, мы должны начать работать. Работать, слушать друг друга и идти навстречу друг другу. В позицию власти надо иметь вину. Мы такую власть держать не будем. Критика резкая, потому что поводов для разбора полетов оказалось предостаточно. Предлагаю рассмотреть буквально по пунктам. Жигулевцам, как и собственно всем, для комфортной жизни нужно было, чтобы где жить, работать, учиться и лечиться. И так по порядку. Где жить? Этим вопросом в Жигулевске задаются ветераны и обманутые дольщики, молодые и многодетные семьи. У нас по молодой семье, по программе жилища, получает максимум 7-8 сертификатов. Я попадаю только на 2014 год. Понятно. А у вас трое детей? Трое детей и мне 35 лет в апреле. В следующем году автоматически я из этой программы исключусь. Ну, то есть меня исключат. Да? Кто? Закон. Там прописано. Нет, если вы читаете, а вы вот мало читаете. Не мало. Жигулевцы. Мало. Я объявил еще летом. Если государство взяло обязательство человеку, молодой семье обеспечить жильем и оно не смогло обеспечить до 35 лет, автоматом продолжается дальше эта очередь. Где можно найти эту программу? На последнем заседании Думы. Этот вопрос очень предметно обсуждалось. Там 1600 с чем-то семей, которые перешли 35-летний возраст, мы договорились, что в течение двух лет мы будем их всех обеспечивать. Мать пятерых детей Светлана Богданова уже давно поняла. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ее незаконно уволили с работы, свои права отстояла в суде. Работодатель должен выплатить 800 тысяч рублей. Но фирма стала банкротом и денег женщина так и не увидела. Долги за коммуналку росли, чтобы их погасить, поменяла двухкомнатную квартиру на однушку. Так и ютятся она и пятеро детей. У Александра Ивановича я была на приеме. Сказал, вот, да, если ты хочешь землю, в 2010 году, да, там был указ президента, действовал. Я к нему лично приходила на прием, у меня все документы есть. Мы как-нибудь в садоводческом обществе, ну, на побережье изольного. И Александр Иванович там землю поимел, извините. А я нет. Мы не отказали. Такое ощущение, здесь все сидят, вот люди. Им никому ничего не надо, кроме денег и их должностей. Александр Иванович, для вас говорю, и для тех, которые в погонах здесь сидят, да, для вас, значит, там, где я работал, если пять детей имеет человек, уже обеспечивалось бесплатной полноценной квартирой. Абсолютно бесчеловечность власти. Я с вами согласен. Абсолютно бесчеловечность власти. Когда это кончится, я понимаю, что это одним днем не кончается. Это когда уже сидит очень глубоко, и за 20-23 года это вот врастало в костную ткань аж, одним днем это не завершается. Но я точно хочу сказать, оно будет быстро меняться. Квартирный вопрос волнует жигулевские ветеранов. Многие даже не слышали, что могут по закону, по программе обеспечения ветеранов жильем, рассчитывать на новоселье. Первая же попавшая, которая женщина, 76 лет, подавала участнице, участника войны, спрашивая, а вы жилье не пытались получить? Она добыталась, я била все пороги. Я чувствую, что что-то не то все равно. Когда было? Это было, говорит, 15 лет назад. Я не получила и бросила все. А сейчас программа, 4 года назад государство било все, у кого не соответствует жилье. Она об этом и не знает. Как насчет жилья пришли узнать и обманутые дольщики. Вы разберитесь с ним, почему он так поступает? Мы уже судимся. В чем причина? Что ему помешало до конца довести дело? Люди же внесли деньги, да? Да, да, да. В полном объеме? И большую сумму 1 миллион 144 тысяч. На одну комнатную квартиру? Да. У нас возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Два уголовных дела возбуждены. Они на сегодняшний день расследуются. В них есть несколько заявлений. Имейте в виду, ни один вопрос, который сегодня здесь вставал, без контроля не останется. Имейте в виду. Данные уголовные дела находятся на контроле у начальника главка. Какого главка? Начальника главного управления МВД России по Самарской области. Генерал-инпроцент Стелликова. А сейчас будет на контроле у губернатора. Имейте в виду. Отслеживать ситуацию с обманутыми дольщиками теперь будет специальная областная комиссия. А те жигулевцы, кто все-таки с жильем, жалуются на бесконечно текущие трубы и дырявые крыши. И люди, естественно, за все это еще и платят. По квитанциям. В сфере ЖКХ во время визита Николай Меркушкин уделил особое внимание. Встретился с председателями ТСЖ. Здесь было жарко. Истории непростых отношений с поставщиками услуг жигулевцы рассказывают много. Но все как одно объединяет то, что компании чувствуют себя по-барски и диктуют собственникам свои условия. Ситуация со счетчиками, которые люди установили в целях экономии, а поставщики теперь отказываются принимать их показания, потому что в одном случае их установили только на холодную воду, а в другом якобы они оказались не того вида, стала последней каплей. Вы за счет них зарабатываете деньги. Это ваша работа. Ведь это в любой момент вас вообще выкинут. Выкинут из этой смерти. И вы больше никуда не пойдете. Имейте ввиду. Кроме ЖКХ чаще всего вспоминали извечную российскую проблему – дороги. В Жигулевске не дороги, а дни направления. Износ на некоторых участках стопроцентный. Глава региона отметил, что область готова вложить в два раза больше денег из вышестоящих бюджетов на ремонт. Как улиц, так и внутридворовых территорий. Правда, с подрядчиков за качество спросит по полной. По этим самым дорогам еще и транспорт ходит. Дорогой и непостоянный. У нас в городе особо остро стоит проблема с транспортом. Попасть в Тольятти утром, как студентам, так и рабочим, невозможно. Вопрос серьезный. Там, я знаю, порядка 10-12 тысяч передвигается каждый день. Только на работу и на учебу. Отчуда туда. Значит, посмотрите. Может быть, детспрограмму сделаем по транспорту. Для комфортной жизни, как мы выяснили вначале, важно, чтобы было еще где учиться и лечиться. Причем качественно. Как лечат и учит в Жигулевске глава региона увидел сам. Побывал и в Центральной городской больнице, и в школе номер 16. Последняя, как позже выразится глава региона, выглядит ужасно. Оно и понятно. С 64-го года постройки она не знает, что такое капремонт. Тут же выясняется, информационные технологии сюда приходят с трудом. Губернатор попросил девятиклассника зайти на сайт президента страны. И поинтересовался скоростью интернета. Но выполнить просьбу главы региона оказалось непросто. Интернет был отключен. Преподаватели объяснили, что дети в данный момент постигают азы компьютерных программ, а не всемирной сети. Я вынужден сказать, что пригласили в области специалиста и проверили, оценили. Со старшеклассниками по-взрослому. Куда собираются поступать и знают ли, что в их городе больных с ПИДом и наркоманов больше, чем, например, в Самаре. С ответами старшеклассники не растерялись. У нас, в принципе, в городе ничего нет крупного. Ну, людям, то есть, вообще, совершенно нечем заняться. Я понимаю, нас грузит очень сильно в школе. Мы, как бы, мы помыслить можно хорошо, да, вроде, делаем долго. Большое количество времени. Ну, плюс мы еще ходим. Например, я лично, я езжу в Тольятти для того, чтобы чем-то заниматься. Там танцы у меня. Не говоря уже о дворовых спортивных площадках, заниматься танцами не только можно было бы на новом стадионе. Правда, строят его уже 10 лет. Возводят четырехэтажное административное здание. Зачем столько кабинетов? Вопрос. Вердикт главы региона – долгостроимый объект стал во многом из-за нерационального использования денег. Стадион стоит 500 миллионов. Это очень большие деньги. Может быть, было без вот этих лишних вещей, но все бы были удобства для занимающихся спортом. Его можно было бы вполне сделать за 150-170 миллионов рублей. Вполне. И было бы не хуже. Спрашивали жигулевцы и про ледовый дворец. Поклонников хоккея в городе много. Губернатор попросил подготовить предложение по месту расположения. Отметил, что в Самарской области планируется построить два десятка ледовых дворцов. И здесь ему тоже быть. Быть или не быть, этим вопросом жигулевцы задаются в очередях. В Центральной городской больнице специалистами штат укомплектован на 50%. Очереди за талончиками, по мнению людей, создаются искусственно. И здесь не понаслышке знают, что такое медицина за деньги. За все платите. Абсолютно. За все. Здесь у Николая Меркушкина возникли вопросы. Он отметил, что в некоторых ситуациях требуется вмешательство правоохранительных органов. Что, вероятно, заинтересовало бы правоохранителей, так это следующий факт. О ситуации в Жигулевской больнице мы уже рассказывали. На встрече с губернатором они почему-то предпочли смолчать. Напомню вкратце. Четыре отделения в ремонте. Подрядчик безнадежно срывает сроки. Его штрафуют. Женщины ездят рожать в Тольятти. Экстренные пациенты вместо четырех отделений ютятся в двух. В том числе и дети. Дошло до абсурда. Появились палаты с табличками «0» и «Супер-0». А теперь тот самый факт. С подрядчиком, который сейчас делает ремонт, здесь уже имели дело. В 2011-м сорвал сроки сдачи объектов. А в 2012-м снова выиграл конкурс, который проводила местная администрация на 37 миллионов рублей. Мало того, ремонт делают своеобразно. Слышите звук? Пустоты. Ага, здесь поплотнее. Установили эти щитки, их, значит, за... Провода к ним подсоединили. И начали заделывать пустоты, которые были лишними. При установке этого щитка. Чем? Их запенили, значит. При монтажных работах, мы когда ходили, смотрели. Здесь, значит, были на пену полупакеты бумажные из-под сока. Литровые, вот из-под литровых емкостей. Значит, пакеты из-под молока. Пакеты обыкновенные целлофановые. Тогда, в январе, ситуацию нам прокомментировал и руководитель Жигулевского стройзаказчика. Сказал, что про срыв сроков и прошлый опыт общения с подрядной организацией знают. У нас в больнице были со всеми подрядчиками проблемы со сроками. Там был не один. А где-то не везет подрядчик? В больнице, наверное, такое место не очень хорошее. Но в прошлом году были проблемы со сроками. Мы в прошлом году всем подрядчикам, все подрядчики, которые у нас было, 4 или 5 подрядчиков в прошлом году, все подрядчики сроки срывали. У нас ко всем подрядчикам были выставлены штрафные санкции. То есть все это не только стройпульт-сервис, но еще 4 подрядчика, которые работали на объектах центральной городской больницы. Но пока все же предстоит разобраться с тем, что есть врачи и медсестры Жигулевска, надеются и верят. А вы в какой диагноз поставили с медицинской точки зрения? Диагноз? Это сложно сказать. Это же агония, наверное. Ну, нельзя в таких условиях работать операционному блоку. Безнадежные случаи? Ну, почему безнадежные? Безнадежных случаев нет. Даже в самом плохом случае мы надеемся на лучшее, на выздоровление. Впечатлениями о визите в поликлинику центральной городской больницы губернатор поделился уже на встрече с жителями Жигулевска. Задать свои вопросы пришли более 800 человек. Николай Меркушкин неприятно удивился тем фактом, что люди общаются с властью неохотно. Когда губернатор был в поликлинике и прошелся по кабинетам, что не показатель работы, оценку деятельности больницы достовернее узнать в очередях, то поначалу жигулевцы неохотно пошли на контакт и только потом разговорились. И это неудивительно. Позже отметил Николай Меркушкин. Достаточно проехать по дворам, где стопроцентный износ сетей и нет внутриквартальных дорог. О каком отношении к местной власти можно говорить в этом случае? А в Жигулевске в сентябре выборы мэра. Губернатор снова подчеркнул свое отношение к политическим процессам в Самарской области. Слишком политизированы, слишком эмоциональны. Давайте начнем спокойно работать. Спокойно, слушая друг друга. Мы пока вот в этой мутной воде, в политической мутной воде находимся. Мы пока из этого состояния не вышли. И в этой мутной воде только ушлые люди начинают свою выгоду вытаскивать. Вместо политики нужно заняться городом. Про стопроцентный износ дорог и 90% коммунальных сетей уже говорилось. И Николай Меркушкин особенно подчеркнул. Понятно, что местные власти самостоятельно решить все проблемы не смогут. Жигулевск может рассчитывать на поддержку регионального правительства. В том числе вопрос ремонта ветхого жилья будет решаться при помощи областного бюджета. Но и требовать с местной власти будут жестко, обращаясь к Александру Курылину, заметил Николай Меркушкин. На встрече с жигулевцами глава региона прокомментировал ситуацию с крыльями советов. История о том, как самарский адвокат смог позволить себе приобрести футбольный клуб, стала одной из самых обсуждаемых на этой неделе. Ситуация абсурдная, но, к сожалению, реальная. История из области фантастики. Как самарский адвокат Андрей Пашков стал владельцем футбольного клуба «Крылья советов». Вроде как поймал удачу за хвост. Предложили – купил 100% акции за всего-навсего примерно 80 тысяч рублей. При этом фамилию продавца Пашков не назвал. По крайней мере, такую информацию адвокат озвучил в единственном интервью в одной из самарских газет. Алексей Чегенев и большинство экспертов уверены – Пашков – марионетка. Не быть человеком, который озвучивает мысли реальных владельцев клуба, а поступить как нормальный человек. Непонятно, для чего делается. Шантаж на руководство области, дистрифляция обстановки с крыльями. Вот непонятно. Понятно, кто стоит. Но больше никто не может стоять за господином Пашковым, кроме бывших владельцев крылья советов, то есть людей, напрямую связанных с Ростехнологиями. Кто финансировал крылья, как бы спонсировал, а на самом деле не спонсировал, а давал в долг тем крыльям, которые должен был спонсировать, они сейчас и стоят. Обратимся к истории. Процесс перевода клуба в собственность области идет достаточно давно. Еще летом 2012-го велись переговоры на тот момент с представителями компании «Феканата» «Холдингс Ко Лимитед». В мае месяце 2012-го года был разговор с представителем структуры «Феканата» Василисом Зиаксом о дальнейшей судьбе крылья советов. И была договоренность, где присутствовали представители, значит, правительство Самарской области, на котором он сказал, что без вопросов 100% акции клуба крылья советов будет передано клубу. После этого заявления, значит, когда Николаю Ивановичу Меркушкину, губернатором Самарской области, это было доверено до сведений, что бывшие, вернее, собственники на тот момент готовы без вопросов, безвозмездно отдать акции, было принято решение продолжать финансирование клуба крылья советов для того, чтобы выступала команда, и вести процесс по переводу акции клуба в собственность правительства Самарской области. То есть это, опять же, была договоренность, которая устраивала две стороны. Это не значит, что правительство согласилось финансировать компанию, собственно, которая является офшор. То есть это был шаг, который говорит, да, мы сегодня финансируем, но мы с вами договорились, что вы отдадите акции правительства Самарской области. И сегодня наступает момент, когда кто-то ставит тормоз в этом вопросе, и появляется место для акции господин Пашков с такой же самой доверенностью. И выставляет требования совершенно другие. Хотят получить с помощью определенной схемы с области миллиард рублей. Своё отношение к ситуации глава региона Николай Меркушкин высказал на встрече с жигулевцами. Я сегодня вот перед тем, как на переговоры пошли самозванцам, собственникам по футбольной команде, да, сказал, скажите, если они хотят там оставить 50%, то тогда пусть вот сейчас мы 300 миллионов даём команде, находим, да, пусть сразу 300 миллионов дают они. Сразу. 300 миллионов, если они хотят. А? Упрут только. Не упрут. По поводу крылья советов. Они как-то акции-то уже успели захватить, и сейчас начинают вас шантажировать. Вот вы назвали миллиард, а я сегодня коллективу говорю, ну миллионов 50 евро точно попросят. Ну почти попал. Николай Иванович, так что если вам нужна крепкая, мозолистая рабочая рука, мы с удовольствием подъедем и всё, наведём порядок. А вот вам от крыльевого коллектива на эту тему письмо. Ещё один момент. Сроки поджимают, и те, кто стоит сейчас за клубом, этим пользуются. Крыльям предстоит в апреле пройти лицензирование. По регламенту РФС должны быть раскрыты конечные бенефициары клуба. Номинальный акционер им не интересен. Крыльям, да, надо сейчас продолжать чемпионат, потом будет лицензирование. Да, сейчас финансовый фейерплей в Европе и в России. То есть должны быть прозрачные структуры, прозрачное финансирование. Если это спонсорские деньги, понятно, откуда они должны идти. Это единственный вариант, вот сейчас, взять, освободить от офшора эту структуру, сделать её прозрачной и найти инвесторов, которые не будут никем шантажироваться. Ведь вот эта ситуация, да, это же шантаж не только в том, что они требуют каких-то денег огромных команды, что они угрожают помешать лицензированию. Этот шантаж можно вести на любом уровне. То есть приобретение игроков, кто тренер. Да, это вот такое вот теневое, криминальное, совершенно анекдотическое ситуация. Я думаю, что она обязательно должна разрешиться. Было ваше, стало наше. Видимо, этим принципом руководствовались фигуранты очередного уголовного дела, в котором замешаны экс-чиновники администрации Самары. Пока в качестве подозреваемых. Покусились на казенные квадратные метры. По версии следствия, приобретали через третьих лиц муниципальные квартиры. Сейчас задержаны бывший зам руководителя Департамента управления имуществом Вадим Кужилин, а также бывший начальник управления по распределению жилья и начальник отдела социальных программ управления по распределению жилья. Они заключены под стражу. Вместе с тремя экс-чиновниками задержан заместитель руководителя одного из риэлторских агентств. В настоящее время в отношении двух бывших сотрудников избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, в отношении одного подписка о невыезде, и также установлен подозреваемый, это сотрудник риэлторского агентства города Самары, в отношении него сейчас избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Если о сути дела, то неизвестные приобретали права на квартиры в Октябрьском районе Самары, которые принадлежали Департаменту управления имуществом. Схема махинаций, как отмечают правоохранители, была очень сложная. Квартиры оформлялись на граждан, которые нуждались в социальном жилье. Потом реализовывались, а деньги распределялись. По официальным данным, сумма причиненного ущерба более 7 миллионов рублей. Уголовные дела возбуждены по двум статьям – мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Где, что, а главное, чье разбираются в Министерстве имущественных отношений области. В регионе реализуют новую земельную политику. На предстоящей неделе в Самаре откроется Всероссийский форум «Земля недвижимость». На него съедутся со всей России. Идти он будет в два дня. Почему так масштабно и с какими целями? Точки над «И» расставила министр имущественных отношений области Юлия Степнова. Здравствуйте. Поводом для дискуссии вот уже на предстоящей неделе наверняка будет Всероссийский форум «Земля недвижимость». Предполагается, что это событие будет как площадка для обмена опытом. И ряд регионов заявили о своем активном участии. Что это даст нашему региону? Нашему региону это даст очень многое. Мы же достаточно хитро поступили, когда решили, что мы хотим именно такой формат мероприятия проводить в Самаре именно в эти сроки. Мы сейчас сформируем пошаговый план реализации земельной политики, которая была принята не так давно. И есть вопросы, которые в разных регионах решались по-разному. Мы хотим эти регионы услышать, чтобы они между собой в рамках круглых столов поговорили. И выявилась та самая истина, которая всегда посередине, и лучшие практики. И мы их непременно уже будем применять в Самарской области. Исторический центр Самары. Там можно снимать фильмы про блокадный Ленинград. Как бы это печально ни звучало. Есть задача навести лоск, привести здание в порядок. И каждый второй из них это памятник истории. Там не лоск нужно наводить, там нужно полностью реконструировать. Там требуется сначала лечение, а не замазывание. Поэтому ситуация очень сложная. У нас действительно не все памятники, которые таковыми являются по документам, таковыми являются на самом деле. Ошибки, несоответствия. Иногда то, что является, там написано, что это памятник архитектуры 19 века, потому что, ну, совершенно банальный случай, там какие-то два пристроенных скворечника сверху, что это нетипичная архитектура для Самары 19 века. А дальше документы в реестре о том, что это самострой 1984 года. Ну, какой это памятник 19 века. Безусловно, здесь будет концепция развития исторического центра, сохранение рекреационной направленности, сохранение исторического облика, чтобы это не диссонировало. То есть не должно случиться так, как было в том же Петербурге с башней Охта-центра, которая закрывала исторические виды. Все должно быть разумно. Ну, вот мы знаем все-таки уже так чуть-чуть о форуме, да, что коллеги из Санкт-Петербурга как раз-таки будут. И есть, да, им вот чем поделиться с нами в этом плане? Будут. Причем у нас два разных докладчика со стороны Санкт-Петербурга. Один – это именно эксперт по культурному наследию. Другие коллеги – это как раз архитекторы, кто предлагают концепцию, как встраивать современный город в историческое наследие. По агломерации Самара-Тольятти это была как раз именно стратегическая сессия по выработке «Куда же это будет и как?». Ладно, ну вот так вот про самарско-тольяттинскую агломерацию приоткройте немножечко. Понятно, что у нас есть между Самарой и Тольятти опорная точка – это аэропорт Курумыч. Они там и встретятся. И там будет и уже заявлено недалеко от Курумыча большой спортивный комплекс «Самара-Рингс». Там же уже собираются строить экспо-центр, гостиницы. Мы говорили о развитии научного городка, технопарков, которые все будут стремиться по направлению друг к другу. В анонсах к форуму, в частности, и вы говорили, что намерены обсудить и тему обеспечения жильем многодетных семей. Как в регионе сейчас обстоят дела с реализацией федерального закона, по которым граждан, которые имеют от трех и более детей, выделяются бесплатно на обязательные участки? Очень сложно сейчас идет. По состоянию на прошлый год это фактически не двигалось. Как основная практика тех регионов, которые уже реализовали, это взять на себя обязательства по формированию этих участков, которые будут выданы. То есть формируется некий пул участков, куда подводится вся инфраструктура, коммуникация, нарезается и раздается разом. Вся очередь уходит. Так сделал тот же самый Татарстан. Там на 100% по-моему эта проблема закрыта, да? Да, они декларировали, что план по прошлому году они выполнили. У нас основная проблема в том, что прописан заявительный порядок. Пока человек сам не найдет себе где-то участок, потом не придет его оформить, соответственно, ничего он не получит. Когда человеку предлагают на выбор из имеющихся, там все гораздо проще. Потому что мы сейчас очень во многих вопросах сталкиваемся с тем, что жители Ставропольского района хотят только на побережье. А у нас есть возможность такой большой участок выделить, как вы сказали? Конечно. Только это не будет непосредственно на... Около Волги, да? Около Волги, да. Это, конечно, будет чуть дальше. Но так это малоимущим, льготная, бесплатная земляка. Я думаю, что год-полтора мы все закроем. Игорь Павлович, спасибо большое, что расставили точки над «и». Будем ждать с нетерпением форума и будем его освещать. Спасибо. Спасибо. Точки над «и» пока расставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова